Мастер дело В 2008 году в Соединенных Штатах разразился скандал. Независимая экологическая организация исследовала полторы тысячи игрушек, и треть из них, то есть 500, содержали опасные для ребенка вещества. Например, свинец, мышьяк, меркурий и другие зитовитые материалы. Бдительность экспертов и реакции общественности то и дело заставляют производителей отзывать с рынка миллионы токсичных игрушек даже 10 лет спустя. Международная организация Watch – мир против игрушек, причиняющих вред, ежегодно публикует отчеты, благодаря которым на полки магазинов не попадают опасные товары для детей. По оценкам организации, ежегодный оборот мирового рынка игрушек составляет 70 миллиардов долларов, причем один миллиард из этих денег тратится на часто агрессивную рекламу, но не на соблюдение необходимых стандартов. Миссия Watch далека от завершения. Однако идеал, к которому нужно стремиться, специалисты по безопасности уже придумали. Это экологически чистое и социально ответственное производство игрушек, не принадлежащее большой компании или корпорации. Скорее, семейное дело тех, у кого есть собственные дети. В Украине такое есть. Дети, дети наши мужчины, все-таки. Дети, дети все-таки наша движущая сила, тот творческий маховик, который все запускает. Их потребности заставляют нас идти и думать, придумывать, творить, экспериментировать. Мария Гром отвечает за производство на экспериментальные фабрики игрушек во Львове. Здесь изготавливают множество разных вещей из фанеры, от коробок под заказ для других производителей до модных в 2017 году фиджет-спиннеров. Однако Мария и ее коллеги не пытаются захватить рынок. Они просто предлагают то, чего не хватает – игрушки и развивающие предметы, сделанные экологично и эстетично, с любовью к собственным детям. Планка, которую мы сами себе ставим, довольно высокая. Планка, которую мы сами себе ставим, довольно высокая. Почему мы вне конкуренции с другими? Потому что, как правило, те, кто имеют сложное оборудование, вроде лазерных верстаков и пытаются вырезать что-то для детей, нечасто имеют художественное образование и видение. Как эти творческие люди смогли найти ресурсы, чтобы запустить дорогостоящее производство? Какую роль в этом сыграла архитектура и что позволяет делать фанерные игрушки, в отличие от обычных? Далее в программе. Львов – главный архитектурный центр Западной Украины. В городе сохранились здания, которые были построены еще в 14 веке. Здесь переплетаются готика, ренессанс, барокко, классицизм, модерн и эклектика часто в пределах одного квартала. По сути, Львов – это большое наглядное пособие по истории архитектуры, которое может не только восхитить, но и подвигнуть на собственное зодчество. Мария и ее муж Марк стали одними из таких вдохновленных людей и основали свою архитектурную фирму. Потом у нас был объект, на котором была барнастика. Как-то нам заказали объект – музыкальное заведение, и внутри надо было оформить барную стойку. В ней мы лазерным станком вырезали силуэты гитар. Тогда я и подумала, что этот инструмент подходит не только для больших объектов, вроде барной стойки. Обычно лазерную резку применяют на промышленных производственных линиях. Сфокусированный луч управляется компьютером и разрезает практически любые материалы, независимо от их свойств. При этом возникают минимальные деформации, а точность остается очень высокой. У Марии возникла идея – а что, если применить этот промышленный станок к небольшим декоративным предметам? Так можно было бы совместить оригинальные идеи и ручную работу с машинной точностью и качеством. Однако идея долго оставалась лишь идеей. В задачи архитектурной фирмы тонкая резьба не входила. Выйти за пределы привычного помог кризис. На архитектурной фирме у нас была такая серьезная крыса. Пять лет назад в нашем бизнесе случился серьезный спад. Почти не было заказов. Муж очень сложно это переживал. Дело было в ноябре, и я предложила ему сделать что-то простое на продажу. Иначе у нас не оставалось денег даже рождественские праздники отметить. Мария разработала дизайн простых и вместе с тем разнообразных елочных игрушек и скрашенные фанеры. Тут и пригодился прежний опыт. Супруги вложили их в производство последние свободные деньги, так что на рекламу совсем ничего не осталось. Как донести до покупателей совершенно новый продукт за считанные недели до Рождества? Помогло чудо. Мы их выставила на фейсбуке. Мы сфотографировали игрушки и просто выставили в социальных сетях. К нашему удивлению появились сотни желающих их купить. Так мы покрыли все затраты на производство, доставку и так далее. И даже смогли заработать 450 долларов по тем временам. Эти деньги позволили семье нормально отпраздновать Новый год и Рождество. Дела на архитектурной фирме постепенно наладились, но Мария убедила мужа не бросать интересное и прибыльное ремесло. Сама она родила ребенка и ушла в декретный отпуск. Но архитектурная фирма выпустила серию игрушек на следующий праздничный сезон благодаря брату Марка Ивану. Им удалось перенести почти все производство к себе, даже запланировать расширение. Но наступил 2014 год, началась война за независимость Украины. Ивана призвали в армию и заниматься игрушками стало некому. Но насправде же совсем шкода была. Было безумно жаль бросать это дело, поэтому мне пришлось прервать отпуск по уходу за ребенком и вникнуть в производственный процесс. До этого я только помогала придумывать игрушки. Теперь пришлось узнать, что такое фанера и как с ней работать. Для Марии это стало и опытом борьбы за гендерное равенство. По ее признанию, в среде столяров не так легко работать женщине-руководителю. Пришлось ломать стереотипы и изучать ремесло лучше многих мужчин. Наши парни из мастерской часто лукавили со мной и говорили, например, что вот это никак нельзя сделать. Продавцы строим материалов пытались обмануть. Я должна была взять инструменты в свои руки и понять, как это все работает. Я должна была надышаться пылью и испачкаться в краске, чтобы авторитетно заявить, мальчики, вы не правы, это возможно сделать. Как это делается? Мария по-прежнему придумывает идеи для игрушек, но в этом ей помогает дизайнер. Чтобы как следует подготовиться к новогоднему сезону, надо начать 3D-проектировку весной. Возможно, фабрика так и делала бы исключительно елочные игрушки, если бы не дети из семи ее основателей. Насправдиваны в первую очередь. Наши дети – первые наши заказчики. Многие вещи мы сначала делаем персонально для них, а потом уже пускаем в производство. Например, наш сын увлекся компьютерной игрой. И Святой Николай подарил ему пиксельный меч из этой игры, который можно было раскрасить самостоятельно. Так родилась идея производить развивающие игрушки, которые могли бы оторвать детей от гаджетов и вдохновить сделать что-то своими руками. Но какой бы ни была игрушка, главное в ней для Марии и ее коллег – качество фанеры. Закупить материал нужного качества порой непросто. Он ни в коем случае не должен содержать токсичных веществ и разрушаться на мелкие части. Фанеру разрезают на собственном лазерном станке согласно файлам каждой конкретной модели и тщательно обдувают от пыли и опилок. Далее будущая игрушка идет в цех на шлифовку. Каждую из них мастер вставляет в трафарет и шлифует с двух сторон. Потом – покраска. Краска наносится один раз, подсыхает, а затем каждую игрушку шлифует еще раз, вручную, и снова красит. Свинца и других вредных веществ в этих красках нет. Так или иначе, каждый предмет с фабрики проходит через руки мастеров не меньше трех раз. Это позволяет исключить любой опасный брак. В некоторых случаях игрушки даже не надо красить, как, например, фанерный ансамбль по мотивам рождения Иисуса Христа. Эта композиция – творческое переосмысление традиционных рождественских вертепов, которые придумал еще Францис Кассийский в XIII веке. Кукольная или скульптурная сцена рождения спасителя и сегодня очень популярна в Европе и в Южной Америке. В противовес современному потребительскому духу светского Рождества. У нас резво, накислено. В какой-то момент Рождество у нас превратилось в коммерческий праздник с Санта-Клаусом. Хотя на самом деле это торжество рождения спасителя. Потому мы разработали классическую композицию, которую можно еще и раскрасить. Мы знаем, что к младенцу Иисусу пришли три царя. Он родился среди скота. В хлеву были Дева Мария и старенький Иосиф. Все как в украинских рождественских калятках. Мы все это отобразили в фанере. Эти необычные игрушки так прославили фабрику, что львовские власти заказали у нее целый ряд фанерных фигурок ко дню города. Этот праздник отмечают ежегодно в мае. Одно из зданий в старом центре города закрыли на реконструкцию и обнесли зеленым забором. Чтобы ограждение не привлекло любителей делать провокационные надписи, городской совет решил украсить его. На забор придумали нанести граффити и прицепить большие фанерные силуэты. В итоге получился такой эстетичный объект с приветственными слоганами. И за несколько месяцев ни у кого не поднялась рука испортить эту красоту. Художники сделали граффити, мы – объемные фигуры из фанеры. Среди постоянных заказчиков фабрики игрушек «ПЛАС» Национальная скаутская организация Украины. Она возникла еще в 1911 году, всего через пять лет после того, как первые скауты появились в Великобритании. «ПЛАС» ставит своей целью воспитать свободных людей, сознательных граждан и настоящих украинских патриотов. Они часто заказывают у нас такие вещи, как деревянные значки, нашивки. Мечи и щиты мы для них делаем. И мой муж Марк и его брат Иван – пластуны, так что их организация получает все эти предметы с большой скидкой. Хочется их поддержать, потому что они занимаются очень важным делом. Дети из этих двух семей также натолкнули создателей игрушек на идею создать школу раннего развития. Так пустующее трехэтажное здание превратилось в образовательный центр. Реализовал этот проект другой предприниматель, но архитектурная фирма и фабрика обеспечили школу всем необходимым. Это работа по дизайну, работа по подбору кадров, работа по... Интерьер, дизайн, подбор кадров и оборудование. Мы помогали им на каждом этапе. У Ивана две старшие дочери никак не могли выучить дроби по школьной программе. Мы разработали для них наглядное пособие – фанерные дроби. Они же потом пригодились и детям в школе раннего развития. Так львовская фабрика игрушек стала еще и социально ответственной за раннее образование нескольких десятков детей. То, что начиналось как хобби, увлекло Марию до такой степени, что даже архитектурное дело кажется ей скучнее. И правда, какое дело может сравниться по значимости с производством экологичных игрушек ручной работы, которые полюбились собственным детям? Я бы все-таки хотела вернуться в архитектуру, но эти игрушки меня так сильно затянули, что я не готова их бросить. Каждой игрушке я лично отдаю частичку себя. Я получаю неимоверное удовольствие от того, что делаю. Несмотря на то, что тут пыльно, я не могу ходить на каблуках на работе, у меня на волосах оседает краска и я становлюсь разноцветной, и, несмотря на все это, я чрезвычайно люблю свое дело. Главное, что людям, их детям, очень нравятся наши игрушки. Главная опасность этих игрушек в том, что от них очень сложно оторваться. Кайя! Кайя! Годрусь так!